Борочка ты мой! Что у него в голове о вас? Ясновидение Вивена. Я вижу по потоку, по ясновидению, и расклады я делаю по ясновидению. Я специалист по чисткам. Все мои контакты в шапке профиля. Заходите в Телеграм, мы там делаем общие групповые обряды, которые помогают вашей жизни. Или пишите в Директ, можно через Директ написать. Директ – это сообщение в ТикТок. Что у него в подсознании, Борочка ты мой? Загадывайте любого человека, если мужчину, смотрите, интерпретируйте под себя. Так, здесь один вариант выходит, никак по-другому. Если вам попалось это видео, знайте, значит, надо посмотреть его. Что у него к вам в подсознании? В подсознании к вам. Человек говорит, очень удобная была дамочка, очень удобная, какая такая, как подушка удобная. Удобная. Давайте для него удобно. Почему он думает, что вы удобны? Ну, потому что он плыл куда-то по реке, как Аида, ну, образно я говорю. Плыл в никуда, и вдруг появились вы. И путь дорогу ему показываете, и куда идти надо, и супчиком накормите, и борщичком с салом, или тюфтелек наделаете, и еще подляжете, и бутылочку купите. Я говорю образно. И ему очень удобно. Знаете, этот человек, если ухаживает как-то красиво, то это всегда с какой-то выгодой. Или телесной, или моральной, или материальной. В подсознании, ну, знаете, у него идет, я тебя люблю. Он по-своему любит, по-своему, по-своему любит. Для того, что он любит, чтобы взять какие-то блага от вас. Но в любом случае, когда, вот, говорят, моя личная жизнь, личная жизнь, это ваша личная жизнь, ваша жизнь, где только вы есть вы. А когда вы с каким-то мужчиной, или мужчиной с женщиной, это уже партнерские отношения, тут уже ничего личного. Один одному, другой другому. Если один тянет все время на себя, то одеяло рвется. И если два человека тянут на себя, то одеяло рвется. В одном случае одеяло перетягивает на себя, и вы мучаетесь, а в другом оно рвется. Что в подсознании этого человека? Здесь у кого-то, кто женщина заказывает, смотрит, есть мужчина, который, ну, или алкоголизм, или еще что-то, какие-то такие черты не очень хорошие. И у него в подсознании, ну, если вас не будет, то как же он? Как же он будет? Откуда? Из кого он будет вить веревки? И у него любовь именно такая эгоистичная. От таких людей тут никакого другого выхода нет. Взять чемоданчик, открыть дверь, или самой уйти, или взять пинка и вышвырнуть. И ни о чем не сожалеть. Это эгоисты и манипуляторы. Что у него в подсознании? Ну, вот это у кого-то так получится, а у кого-то в основном, что да, человек хочет, хотел бы, удобно, вы удобно, очень удобно. Почему удобно? Ну, потому что он прям считает, что вас сам Бог послал удобно, и вы всегда поругаетесь, потом опять как-то, опять властитесь. Что у человека в подсознании? Ну, да, он знает, что можно всегда начать как бы с вами сначала, даже когда конец. Пишите, приобретаю и принимаю. Почему? Потому что мы всегда от жизни приобретаем и принимаем. Каждый день это радость. Вы сейчас видите это видео, вы смотрите, вы живы и радуетесь. А я радуюсь, что вы тоже есть. Да будет так. Любви дорогу всегда открываем. А любовь – это не только между самцом и самкой, это любовь, это свет. Свет, который идет на нас. Продолжение следует.